Центр сберкуми сейчас уточняют списки избирателей. До 20 августа ЦИК должен вывесить списки избирателей на участках, чтобы каждый гражданин смог проверить себя в списке. Конституционный закон о выборе депутатов позволяет гражданину проголосовать по избирательному адресу. Избирательный адрес – это то место, где данный гражданин не проживает, но он может проголосовать по данному адресу. Хочу обратиться ко всем жителям нашим, у кого есть 94-го года паспорт, сейчас во всех пунктах бесплатно обменивают этот паспорт на адекарту. Надо обменять. На сегодняшний день биометрические данные сдали 2 миллиона 600 тысяч каргызстанцев. Только сдавшие биометрику смогут проголосовать в день выборов. В центре сберкоме призывают каргызстанцев уточнить, есть ли их данные в избирательных списках в онлайн-режиме. Для этого всего лишь нужно зайти на сайт shailo.gov.kg. С правой стороны есть ссылка «Списки избирателей». Кликаем сюда. Здесь нажимаем «Список избирателей» и набираем фамилия и имя. Нажимаем «Поиск». Далее можно узнать, на каком участке нужно голосовать. Если вы не обнаружили себя в списках избирателей, нужно написать обращение в разделе «Обратная связь» с указанием своих данных, и операторы проверят и свяжутся с вами. А если вы не прошли биометрическую регистрацию, нужно пройти в ближайший пункт сбора для регистрации. Между тем, из 30 партий, подавших заявки и открывших спецсчет, всего три партии перечислили по 5 миллионов сомов. Вы знаете, что должны у политических партий пройти съезды. Они должны выдвинуть кандидатов в список, а потом уже принести их сюда, и мы должны уже регистрировать. Также в Бишкек доставляют электронные урны. Они автоматически фиксируют всю информацию и ведут подсчет голосов, отмечает Кульнара Джурабаева. В самой урна выдаст такой же своеобразный протокол, чек. Вот он в таком виде, то есть тут будут партии, и за каждую партию сколько голосов на этом избирательном участке было отдано, будет расписано. Причем вот этот же итог, эти же итоги будут направлены на центральный сервер, и наши граждане смогут, зайдя на сайт, увидеть, какие итоги получены на каких участках. После этого в обязательном порядке из урны вытаскиваются бюллетени, и все эти бюллетени дополнительно подсчитываются вручную. В центре Сбиркома отмечают, что партии, которые до 20 августа не представят в ЦИК свои списки, в выборах участвовать не будут. Официальная регистрация участника выборной кампании начнется после 25 августа и продлится до 4 сентября. С этого дня и начнется предвыборная агитация.